Привет, меня зовут Сымар и мы сняли квартирку в Фургаде на Лонгстей. Квартирка студия, небольшая, но очень уютная. Есть кухонька, есть ванна, стиралка, бойлер. Вот так выглядит квартира, снимаем ее, что интересно, у полячки, которая замужем за египтянином работает здесь в бьюти-салоне, и обхокится это счастье в около 400 долларов в месяц. Это включает наценку Airbnb, потому что снимаем ее за Airbnb, здесь нет интернета, в Египте в принципе очень плохо с интернетом, поэтому пользуемся мобильным. Зато здесь есть балкон, на котором печка, с видом на море. Увы, на море в Египте можно только посмотреть бесплатно, за вход нужно платить и много, зато здесь есть много локальных кафешечек, шаурмешных, магазинчиков, горы на горизонте. И в целом, все очень симпатично. Существует салон хозяйка, было вещады буя, пока что только дымка в воздухе, хорошая такая дымка. А следует закрывать двери и окна, иначе наметет. Час назад море было вообще не видно, все было в дыму, точнее в песке. Сторм из Каминг. Эта штука называется пустынная роза, и она типа в воде должна раскрываться. Не знаю, правда, через сколько и как, и она должна. Пока ничего. В итоге пустынная роза так не распустилась, зато распустился прекрасный малазийский чаек. А насчет Хургады. В Хургаде я узнал, что разница между Египтом, отельным и Египтом за пределами отелей просто колоссальная. Потому что Хургада за отельными стенами это не очень приятный городок, состоящий процентов на 50-60 из недостроенных зданий. С очень навязчивыми торговцами и в целом как-то ни о чем. Одна прогулочная улица пешеходная, на пляж отельный можно заходить только покупая абонемент, не дешевый. Это, кстати, бесплатный пляж, но он очень плохого качества, и спустя месяц жизни в Хургаде его закрыли. Так что для жизни это не очень подходящее место. Но спасало одно – сладости. Прекрасные египетские сладости. Мы только что съездили в паспортный стол продлевать визу на месяц. И это была самая, я не знаю, как это цензурно выразить, самая безлаберная процедура продления визы. Нас даже не посмотрели, взяли паспорта, поставили штампик, плюс месяц, и все, гуляй, кто ты вообще такой, уходи, уходи, уходи. Мы тут курим важные моменты, обсуждаем в футбол, наверное. Ну вот, плюс месяц. Па-бам! Ой, я все забыл сказать, как видео для потомков, да. Сейчас же эпидемия коронавируса, эпидемия пандемия. Сегодня 20 марта. 20-е, да? 20-е. Большинство стран в мире закрылось на карантин на 2 недели, на месяц, кто-то на 2 месяца. Много где говорят, что будут уже продлевать. Египет тоже закрылась на карантин. Ну, как на карантин? Здесь с вчерашнего дня до 31-го, пока марта, никто не влетает, никто не вылетает. Отери дезинфицируют, но иностранцев, туристов много, кто отдыхает, отдыхает. На улицах все вроде норм, я не знаю, на выходных пойдет в супермаркет, посмотрю, как там дела. Вот, и какое-то такое ощущение жопки в мире, тут работы схлопываются, компании схлопываются, что будет дальше. Вообще нихрена не понятно, неизвестно, как быть, как жить, куды бечь. Одни говорят, что это разводится через месяц-два, но к лету, другие говорят, ааа, нет, год-два, вакцины делают, испытывают уже кучи стран на самом деле, на животных, на людях. Короче, почитаешь новость, такой апокалипсис-апокалипсис. Выйдешь на улицу, вроде птички свинингают, море синеет, собаки гавкают, шавурма жарится. Я не знаю, но поживем, увидим. И вот так, под звуки продавца газовых баллонов потянулись карантинные дни в Фургаде. Закрывать особо ничего так и не закрыли, потому что закрывать было особо нечего. Вели комендантский час, сначала до пяти, с пяти, потом с девяти. Так что оставалось гулять на крыше, купаться в бассейне во дворе и прогуливаться вдоль моря, не имея возможности в нем скупаться, что, конечно, было очень обидно. Смотри, смотри, но руками не трогай. А вот так выглядит самая отельная, самая фешенебельная часть Фургады, Виллаж Стрит. Она полностью стоит за двери с одной стороны и лотков продавцов с другой стороны. Но во время карантина это была улица Призрак. В общем, периодически я почувствовал себя вот таким вот посликом. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И следующее видео будет чуть веселее, честно.